Рассказывай для начала, как зовут, что за команду представляешь и каковы твои обязанности в данной команде? Ну, зовут Александр, представляю, естественно, команду TD-42 Lobster, обязанность в основном организационная, то есть собирать людей и прочая шляпа, то есть как такового руководства внутри игры, то есть в капитанстве я никакого, в общем, не осуществляю, то есть у нас командует в боях гангстер. Отлично, это тот парень, который раздает в щи просто 50-100 на своем скромном... Ну да, на Бизоне он вообще просто хорош. Тогда давай так, то есть все понятно, да, что TD-42 долго не участвовали, с чего решили собраться? То есть я так понимаю, что это произошло уже вот в этом году именно, потому что в прошлом году я разговаривал и с Лероем, и разговаривал, и с тем же Бамблби я разговаривал в прошлом году, и разговаривал, ну не я разговаривал, но спрашивали у Азатана такие вопросы. И, собственно, говорили, что нет, нам не интересен формат, нам вообще по барабану, в принципе. То есть мы не хотим в этом участвовать, нам не интересно, и тут раз и три команды. Как все это пришло? Ну, за других людей не могу сказать, да, те люди, которые со мной играют, то есть команда довольно-таки еще, ну костяк команды еще старой, еще когда мы играли с Бамблби в одной команде, начинали приблизительно в сентябре, да, когда пришли в 42-е вместе. Вот, после этого, я не помню месяц, наверное, ноябрь, декабрь, у нас немного с Димой, ну, разошлись во мнениях и как бы ушли в разные стороны, то есть Дима своим путем, мы своим путем, вот. Вот, ну, ничего не играли три месяца, играли три на три на ESL, на реплее, прочую шляпу, вот, такие, ну, такие турнирчики, так чисто время скоротать, немного голды поднять. И после того, как увидели, то есть новость про Голден Лигу, да, решили, почему бы не попробовать, вот. Ну, и вот и основной костяк нашей команды, то есть старой команды Бамблби, присоединился к старой команде Лобстер, то есть вот Гангстеру с Олигу, там, и другим ребятам, вот, ну, собственно, так и получилось, то есть прошли квалификацию в Голден Лигу и решили поиграть, в общем-то. На других турнирах, да? Да, естественно. Ну, логично, да, это, это хорошо. По поводу, ну, сразу вопрос из чата, в принципе, задам его. Скажите, почему на арте не играл Кингард, ведь он отличный артовод? Ну, на большой арте у нас постоянно играет Кингард, вот. Маленькой арты, к сожалению, Бизона у него нет, поэтому приходится играть Юля. Почему же ты продал ГВЕ и, собственно, или там, я не знаю, не купил? ГК, ГК. Как? Нет. Друзья, вы и правда играете на ГК? Клан ТД-42 просто без ТОБ, то есть без приставок Альфы или там Браво, они чисто вот под турнир и под людей, то есть людей, ветеранов и друзей клана. Ну, это понятно, поэтому у вас нет в ТОП-100, я подумал, почему у вас пропала эмблемка из ТОП-100, ну, вот, когда не Алинимера, а ХВМ, да, у него там ТОП-100 кланов, есть эмблемки, а у ТД-42 раз и нет эмблемок. Я думал, что совсем тяжелые времена настали, но теперь понятно, почему. Реформы, реформы, реформы. Тогда вопрос, собственно, очень простой. Если мы заговорили о бартиллере и так далее, как делите обязанности в командах? Кто на чем играет в основном? И как выбираете, вот, пик на картах, конкретно, вот, выбираете его либо под карты, ну, то есть не имеете проблем с техникой и так далее, либо выбираете его под игроков? Нет, у, то есть, у всех ребят, естественно, есть вся техника, потому что время было много, сколько играем уже, да, основная техника у всех есть. То есть, тут дело в другом, то, что кто-то постоянно играет на барабанщиках, а кто-то больше, вот, предпочитает 32 и прочее. То есть, мне как всегда, как лучше всегда играть на 90, 50, 100, 69, я вообще постоянно играю в команде. Т1 у нас, в принципе, тоже есть постоянные игроки, это либо гангстер с ларденом, вот, либо ларден там с кингардом, но у них меняются. То есть, в основном на тяжах и на лтшках играют в основном одни и те же люди. Спрошу тебя также, как и спрашивал Нургре, именно об организации турнира. То есть, бои до, вот, полуфинальная и финальная часть конкретно, первые, там, первые бои, понятно, что карты мы пока экспериментируем. И, ребят, вопрос в чате по поводу капитана. Russian Gangsters, вот, никнейм, я вам его показал, он играл сегодня на Бизоне, он именно является капитаном команды. А Бургер, он является менеджером, можно так сказать, да. Вот, и вот по поводу организации, да, понятно, что вначале идут карты, вот, которые мы пытаемся внедрить, это Песчанка и White Park, Westfield. Ну, какое-то разнообразие, потому что постоянно играть на одних и тех же картах, это не очень хорошо, и они так затираются до дыр, как говорится, и на них бои не очень интересные чаще всего. Потому что профессиональные команды, их уже знают очень хорошо, а новичка, у новичков нет вообще шансов. Вот, по поводу организации турнира, может быть, какие-то есть свои предложения там, и по, вот, именно по каким-то таким моментам, по правилам и тому подобным вещам. По поводу шестой арты, не восьмой и так далее. Ну, в принципе, по арте нормально, да, единственное, естественно, отличается от виплея, то есть мы, в принципе, и те же самые степи привыкли больше играть с Лорейном. Там, седьмой. Да, 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 вот это самое основное отличие такое, можно сказать. Да, ну, в принципе, можно и с шестой, то есть особо, ну, замечаний никаких нет. Единственное, что первый день такой, да, одно-второй более-менее легкий, вот так, и карты такие, то есть. А вот второй день, то есть, и до пяти по пять карт играть, это, конечно, тяжело немного утомляет, естественно. Ну, вот там всего два боя, а в первом дне, по факту, получается четыре боя. Как-то там все быстрее проходило. Это, да, логично, потому что вы быстренько выигрывали у слабых соперников, а финал происходил затяжной, потому что тяжело. Вы там сыграли 3-2, и тут сыграли 3-2, плюс там вы сыграли 3-2 по картам, то есть всего пять боев было, а здесь вы сыграли, по факту, 3-2 по, именно еще и по картам, и по матчам. То есть каждый матч почти длился до трех очков. Просто, я думаю, что... В первый день там карты такие, то есть в основном сводился к тому, что ло-ло-ло, пыщ-пыщ, поехали туда, попробовали перестрелять там. То есть, ну, как таковые, ни на песчаной реке, ни на вестфилде, ну, тактик, по большому счету, еще никаких не знаем. То есть в твидле перед боем по-быстрому что-нибудь придумали, как можно законтрить то, как можно законтрить другое, и, в принципе, исполняли неплохо, я думаю. Вот, а, ну, сегодня такие уже карты, то есть привычные, такие долгие, вот, и соперники все сильные, именитые. Ну, вот поэтому мы и хотели выделить именно финальную часть турнира, потому что в финал проходят только сильные соперники. И в финале уже не может быть такого, что вас вдруг рандомно выиграли два боя, ну, грубо говоря, три боя всего на одной карте. У вас выигрывают случайно один бой и не случайно второй. И по факту вы, проигрывая всего две карты, вы уходите не в финал, а уходите за третье место. А тут получается так, что надо, чтобы биться в финале, нужно серьезную работу проделать именно в полуфинале. И плюс финал сам по себе тоже объемный. То есть просто так финал не выиграть. Как ты сам видел, если бы бой был, допустим, на Химмельсдорфе до трех очков, то просто 2-0 бы вы слили грашником и все. И то есть давайте до свидания. А тут, видишь, как получилось, что у вас был шанс выиграть, причем вообще не слабый шанс. То есть по факту все было в ваших руках. По поводу боя с Гра, чего ожидали, боялись, не боялись, что думали, какие тактики. Почему так Химмельсдорф? Что с Химмельсдорфом у вас вообще? Химмельсдорф, просто сильный соперник, немного, так сказать, подсели, проиграли две карты, задавили авторитетом. Ну, то есть узнали сильный соперник, в принципе, решили задейфиться и как не очень хорошо. Расскажи, зачем ты первого оставили на железке? Вы полностью контролите железку, у вас ты первая стоит за ящиками. Для чего? А потому что... Там охранял что-то, ящик какой-то конкретный, секретный? А потому что... Потому что... Как оцениваешь Энск? Как выиграли-то? Как такое произошло? Как Энск? Ну, первый бой проиграли, у нас была стандартная заготовка, которой мы в Голден Лиге обыграли Энск. То есть, я не помню, против ком там играл. Расскажи про неё, то есть, в чём она заключается, если, конечно, это не супер-мега-секрет, но я так понимаю, что это вообще не супер-мега-секрет, потому что там уже видно было всё по стриму. Ну, то есть... Оба Т1 могли пройти спокойно, вот. А КВ-5 являлся как заманухой, да, чтобы на него выходили, его забирали, и в этот момент, то есть, это чисто игра от захвата была с нижней базы. То есть, в этот момент все проезжали на захват, но мы это зафейлили. Ну, конечно же, был фейл. А вот остальные, да, остальные два раза. Ну, в общем, мы сыграли последние два боя, это чисто так сказать, давайте поедем туда, да, давайте поедем туда. То есть, это не были никакие заготовки, ничего. Ну, давай для начала так. С кем тренируетесь, да, то есть, с кем повышаете свой скилл? Это свои или это кто-то в стороне? Да, это две команды нашего клана, да, оставшиеся. Это команда Астана и команда Архангела. О, господи, он не произноси это имя, просто не надо. А что за, где он играет? То есть, это Архангел 03, это вот этот он, да, все-таки? Ну, да, Архангел 03. О, господи, я стримил вчера такого человека. Она не взял ведь интервью. Ну, Бамбл сказал, что вы сильнейшая команда из сообщества TD42. Как самооцениваешь свои силы и планируете ли с кем-то трениться извне, да? Ну, не буду отрицать, думаю, тоже. То есть, самая сильная команда, я не знаю. Ну, и, по крайней мере, мы единственные прошли в Golden League, поэтому шансы были у всех, да? То есть, в финальной части у нас было две команды. Вот. Как получилось, так получилось. Спрашивают, кто такой Архангел? Расскажи, кто такой Архангел. Человек. Человек, прежде всего, друзья. Вот. Тот человек, который... Который играет в Тангел. Отлично, ладно. По планам, да, какие планы, и вот Golden League, да, понятно, это все хорошо, это все классно. Какие планы, кроме Golden League, там, естественно, будет большая конкуренция, вот, что еще планируете делать, там, локальные какие-то турниры, вот, в Москве, допустим, пройдет турнир? На CityLink мы решили не отвлекаться, по трениться перед Golden League, все-таки это более важно, поразбирать карты, разбирать тактики и прочее, посмотреть разные сетапы. Ну, естественно, будем играть турниры на ESL, потому что, ну, только в Golden League играть не будешь, время надо еще чем-то забивать, тренировки постоянные в любом случае. Ну, напрягают, вот. Хотелось бы еще поиграть в лигах на vplay, естественно. Угу. То есть попробовать там пройти квалификацию. Ну, собственно, ESL вам в руки, и vplay вам в руки, и остальные турниры вам в руки. По поводу спонсоров. Понятно, что, чтобы ездить на какие-то локальные турниры, нужны хоть какие-то спонсоры. Вот, как у вас с этим дело обстоит, и что делаете, чтобы искать товарищей спонсоров? Ну, пока команда никаких результатов не добилась, кроме выхода в Golden League, вот. Поэтому, в принципе, об этом ходят какие-то разговоры, но, естественно, пока никаких результатов не будет, никому мы нафиг не нужны. То есть, естественно, нужно сначала показать, а уже потом просить. Поэтому, в принципе, пока это не первостепенная задача. То есть, естественно, план на выход там в какие-нибудь лан-турниры поначалу в любом случае будет за свой счет. То есть, ну так. У вас российская команда полностью, или украинская наоборот? Костяк, команда Россия. Есть один белорус и один украинец. Семь человек русские. А почему TD-42 Лобстер? Вот почему? Лобстер. Почему Лобстер? Почему не Крабстер, например? А название старое еще было до нас. То есть, Лобстер, Лобстер, Клешни, Крабы. Все нормально. Не заморачивались, я понял. Не, ну, естественно, название не должно напрягать. То есть, умеренно веселое, то есть, без фанатизма. Ну да-да. Ну, собственно, во всем я, наверное, тебя расспросил. Если хочешь, пожелай, скажи что-то своим зрителям, болельщикам, фанатам, там, я не знаю. Играйте в World of Tanks, играйте в турниры. Ты из Белоруссии, что ли? Естественно, нет. Чем больше команд, тем больше конкуренции, тем более интересно. Смотрите больше стримы, а то онлайн какой-то печальный на таких интересных стримах. Доту одно и то же смотрят по 10-20 тысяч человек. Ну, у вас нет. Ну, это, знаешь, это просто, ну, там, может быть, попозже этой темы коснемся, и мы уже говорили про это, потому что, к сожалению, рандом интереснее обычным людям. Им проще спросить, что лучше, 34-ка или лев фармит. Это отличный вопрос. Да, или ИС-7, и что лучше, ИС-7 или ИС-4. И вообще я играю для удовольствия, я садист. Ну да. Ну что, спасибо тебе, удачи вам в будущем. Надеюсь увидеть вас, поздравляю вас со вторым местом. Я думаю, что с этим стоит поздравить, так как это первый турнир, и, ну, собственно, ESL, да, и вот такой сразу отличный результат. Надеюсь увидеть вас на следующем ESL, потому что раз вы уже играете в Golden League, и там, значит, есть свободное время, и надеюсь, что в следующем ESL вы тоже придете. Если вы пройдете высоко, то вы пойдете в финал месяца, а там уже другие бабки, как говорится. Ну, желаю вам победы и хороших ВБРов, как говорится. Спасибо. Спасибо стримерам, спасибо зрителям, спасибо соперникам. Всем пока. Пока.